хорошо всем привет с вами клейтон и флойд добрый день продолжаем обозревать матч из турнира клан wars по сегуну 2 турнир проходит в режиме классики у нас на очереди обзор матча который нам предоставил пятера из клана и ссср пятера против ментора загрузим первый бой в первом бою у нас я так понимаю карту выбирал ментор поскольку он выше в сетке точнее в сетке в таблице группы и выбрал ментор у нас водопады до водопады у нас такая холмистая карта я бы сказал тэпошная карта вот здесь поставь пока на паузу еще мой загружается но здесь очень рандомно дадим каждый раз распределяется здесь обычно 3 до джо и рельеф карты конечно очень интересно сейчас вы это увидите так поставлю пока на паузу давай пока на паузе посмотрим какие у нас дадзё здесь имеются озвучишь ну дадзё мечников расставились друг напротив друга да ну если все войска же мы видим да дадзё мечников да слева направо святилище посередине и крестьянский дом у нас то присутствует сразу видно что будет борьба за верхнюю часть карты ну да да и я бы сказал что даже ну светилище если бы она стояла посередине наверху они посередине да было бы выгоднее для обоих игроков а вот с учетом того что мечники и я вижу уже вижу по составу да вот ну по море посмотреть если это у нас литера и получается расклад следующий что у него ни одного стрелка не урашивай состав да и у второго игрока а у второго игрока у нас да это ментон ментон играющий за тисикаба да за тисикаба и у нас получается у него я уже вижу есть ты по и у него есть два всадника с луками понимаешь да то есть человеку короче нужно как-то ну поиграть реализовать стрелков реализовать стрелков да ну тогда нажмем play давай поехали посмотрим что будет происходить интересный к вам часа кабы но вот смотри а здесь тоже стрелок да а ты по показалось уже из леса выходит у нас и сигарная и ни одно 2 у тисикаба да да 2 ты по 2 ты по уже ни одно но очень быстро как-то смещается но вот хороший х 1 пошел до больше больше обрабатывают вот слишком борзый конечно надо отходить надо пользоваться дистанцией все таки но очень хорошие отряды обстреливает да она не это нормальная ситуация поскольку то есть пятеро никак ответить не может на эти выпады и конные ученики настреливают убили 15 человек вместе но через ты по зря ведет вот через ты по очень зря ведет то есть ты по бы уже делал оба зал да и не могли бы и своих тоже покуцать бросает ментора лёгкую кавалерию но вовремя разворачивает все ты делаешь угнуть шагнуть шагнул пиратов варкать это очень громко стреляют стрельба в шеренге и два залпа сделали тридцать два монаха убили ты понимаешь тоже вот здесь от пятера до запустил вперед сахеев с ноги на той и пиратов пока два очень низко бронированных отряда и тут еще и легкой кавалерии смотри как завернул ментор забежал в центр и ударил с тыла класс 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 все тут достаточно сахеями своими прочаржить и сейчас пират вака просто убежит но вот смотри вот сейчас пошел сумбур пытается вывести своих лучников до последнего стоял стрелял надо было ну просто чуть-чуть дальше их отвести ну чуть-чуть на реку их поставить они навесом бы все равно дотянулись до всего чего угодно на и сахеев с ноги на там и завязали бой четыре отряда связали бы он начинает терять смотри пирата вака все-таки не убежали вовремя к свою конницу подвел у нас пятера и то есть выравнивается как-то смотри внизу за драка у нас самурай с катанами дерутся тут против асигару с ярем но и ни одно и ни одно даде не захвачен с ни один ни второй ни одного даде не за идет ужесточенная битва тут на верхнем у нас высказать фланги сахеи с ноги на там и сошлись друг против друга у пятера здесь пока что отряд в меньшинстве но сейчас возможно пятера завиша разобрался он с кавалерии до которому мешкала и у него стоит там 51 самурай вот надо зайти просто и захватить моральное даде ну да пока будет обалденный бон у нас часа кабы значит ментор встал в табуретку делаю слишком далеко не находит основной не видно не видно до куда ура достает мне кажется не до всех мне не достает не достает аура там определенно и получается что он кроет ну четыре отряда четыре отряда во вауру скорее всего попадая вот остается без т.п. 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 без прикрытия долго но это да все он не стал захватывать пятерок он не стал не стал захватывать это да вот тут тоже класс вообще конечно мог 2 2 моральки подарить всем войскам да но не подарил сушу и на 5 очень много кавалерий остается у пятеры и он просто сейчас весь бой контролирует мне кажется за счет этого да и смотри вот генерал сейчас дать от угрозы ася сигару серит в стене копий тут начинают танцевать богует немного могу и могу и но ты по сейчас будет разворачиваться вас мари разворачиваться на этих асигару но это тоже не лучшая цель то есть эти если по генералу начнут попадать конечно да это факт то есть если будут залпы и он двойной шеренги да нет не в двойной шеренги просто стреляет растянул по максимуму ну и вот смотри его с генералом то начинается беда на генерал сейчас будет убит мне кажется скорее всего ну а сигару от него грудь обидно это обидно тогда вышел ты на поле боя мои начальником короче а твое же ты по тебе в спину тебя в спину застрелила надо очаровать на вообще вот вот сейчас был второй залп и просто 3 вы на 3 те охренители убила своими же пулями даже пятерых вот я сейчас увидел ну что сказать пятеро грамотно как-то перерубился в центре все войска аж зарешал раздавать это ментор у нас подарил победу он мог мог отбегать он мог отбегать за реку он мог похарасить нужные отряды просадить до слить сахенчиков слить пиратов лака до конца ну то есть ты как бы не даже не пиратов лака то есть по кавалерии проиграл конницы не хватило да потому что конными лучниками сложно отбиваться все таки они в ближнем и против любой травы сливаются это это понятно ними только из стрелков то есть не смог реализовать очень хорошо реализовал вроде в начале в своих стрелков а потом как-то они под слив пошли но убили примерные потеряли одинаково но суть в том что у пятеры больше отрядов было ближнего боя соответственно то есть но у пятера вот всадник фрагов до отличный результат для такого того я считаю и самурай сахеями сделали свое дело то есть пираты вака вот были не реализованы но они были в первой линии то есть ли их получали больше всех нет тут сакей который с пиратом вака они там вообще просто оторвали просто дома полная рвали там надо было наоборот копия сигарную заводить чтобы эти залпы ловить а пошло немножко ну вот у ментора всадники суками в принципе один сделал 69 фрагов другой 78 но это не лучшая цифра уже наверное большая часть фрагов они ближним бою добили скорее всего а сигару степа один отряд 109 фрагов принципе неплохо другой 70 а это очень неплохой результат а сигарная топону но это довольно близкий мой здесь чуть-чуть не хватило тишка часака вы все-таки чуть-чуть по-другому бы сыграл бы выиграл бы сто процентов наверное а вот даже вот я сейчас смотрю до количество отрядов отдавала будем честными с кавалерии то все было довольно неплохо было бы великая стража до великая стража был садник с яре было два конных лука было две легкие кавалерии хотя бы даже тот же крестьянский дом можно было легкой кавалерии поначалу очень легко захватить вот видишь это короче те аспекты которые вроде не кажется фигней они все равно все решает меньше пятки было бы мог бы больше побегать побыстрее побегать от той же кавалерии что приступим к просмотру второго боя давай загружаем бой следующая карта у нас тихое поселение ну ты так не спеши но у меня загружается еще пока у меня не так вот это крея еще вот только вышел из повтора меня участ начала загружаться у меня сейчас загрузится я поставлю на паузу ну тихое поселение у нас здесь карту я это очень люблю карта очень классная красному игроку здесь повезло больше нежели зелен желтому это факт хотя нет наоборот наоборот кто снизу у того преимущество так загрузился у меня бой поставил на паузу про и пробегусь пока по составу пятер и поскольку мы от него смотрим реплей у него видно здесь все что у нас взял значит пятеро всадники с яре количестве двух вижу даже 3 3 садника с яре 1 легкая кавалерия в принципе все три садника с яре 1 легкая кавалерия довольно сильная то есть кавалерийский состав также у него есть самураи с яре сахея с нагинатами в количестве двух так а сигару с яре три отряда а вот еще есть одна вторая легкая кавалерия идет вдоль леса скорее всего будет захватывать крестьянский дом ну по мечам здесь самураи с катанами так получается два отряда один отряд самураев с нодоти и есть еще пираты лака которые крадутся у нас так пока он сходит загружает типа я посмотрю что видно часа кабы часа кабы на этот бой у нас загрузил уже загрузил можно нажимаем play нажимаем давай я пробегусь по тисикабо тисикабо короче у нас набрал более такую почти нету а сигара у нас да есть а сигару стопа есть копейщик но все-таки посмотри по вбивал лучик и по вбивал лучик на кавалерию по вбивал лучик на мечи на копья да но садик серии 43 с тремя ручками это сильно да да и вот вот этот отряд который идет дошел легкой кавалерии навстречу было шугнут и сейчас он пойдет и просто захватит короче крестьянский дом получается крестьянский дом у нас святилище посередине и и и мастерская для моря нужна мастерская святилища а вот еще кабы нужно то же самое ну и крестьянский дом тоже не помешает вот пошел у нас первый зал дал залпик хорошие самураев пошел и вот они с первого залпа 56 человек положили до сигару но положить и вот уже красная мораль к то есть это отряд сейчас будет разверт да не дает захватывать пока но это не надо собрать стопа неплохо так стали да и за что и по кавалерии за второй залп они полностью отряд уничтожит она убежит попадает по кавалерии но никого не убил тем временем море у нас атакует сакаду по центру самураи с катанами самурай с яри врезается в стену копий ну по идее должны разрубать здесь самураев с катанами подводится к вы то есть прикрывает с двумя луками против нилы с одной лычки да и у одного там 20 человек убит а у другого то уже 80 ну такой замес пошел слушать гурьба на гурьбу принял бой кавка бы принял бой она принял бой подвел генерала кстати пятеро своего сразу спешил ческаба почему-то не спешивает еще пока это может зарешать ну дает 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 у на белочку на перспешивать до воодушевление кинул на своих самурая с катанами они теперь с атакой 19 и успешно нарезаются хей ну так смотри что творит короче этот самурайский отряд степо это просто красота взял обошел сейчас сейчас будет настреливать отряд уже будет изничтожать да 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 это 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 хорошо это очень плюс плюс анет я тут вижу конная заруба здесь у нас всадники с яри он бывает под копьем все это дело происходит вот вишки там сахи с ноги на тами и тисюкаба это совершенно было невыгодно но он все-таки принял это ну тем не менее здесь локально пятеро продавливают у нас но тем не менее в ту-то в садике с яри тут шугая тут всех подряд генерал генерал там сейчас отгребать начнет мне кажется 22 таких у нас корреста и да да друг напротив друга друга кто кого забыт суши но забыт пират вака вот забыт пират вака определенно да это не до контроля ошибка какая-то целый отряд практически еда и просто курить видимо им не по сути и по сути его тотчас но под обилочкой сахеев там ой хорошо бы они зарезали но лет сам раиста продолжается настреливать и суши на стрелять 61 фраг уже до 161 фраг уже у нас и это очень хороший показатель и отряд по целый совершенно то есть 84 человека ну слушай на равных практически рубятся но тем не менее то есть святилище тисака бы захватил крестьянский дом это должно и зарешать несмотря на вот это количество кавалерии это должно зарешать да тут много сил остается у обоих в принципе пока еще не понятно да нет 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 тут вот смотри он подводит а сигару сейчас а ты смотри какой момент самурай тэпа сейчас переключился и расстреливать генерала у пятеры да 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 генерал уже с красной моралькой 5 человек осталось у ментора 12 хоть и в окружении попалась все-таки короче на сигару цепанул она ну нет продвигает дальше тюсикаба и въезжает военачальника да и военачальник начинает мигать сбросили его с табуретки бедного все уже минус генерал и не остается и все заморгали береги тэпо и все и все расстрел он сахеи 116 человек и моргают так что уже сейчас готовы убежать 116 сахеев уже готовы убежать не этот моргали желтая пятка желтая мораль но сейчас зеленые касание не туда от вышел из боя двух отрядов на талете на сигару серию багану хоть он и сломлен но искупности не курс транстоярами пират вак короче да ну их не полезу не этим пиратом не заплатили видимо до конца то есть они решили не драться но будут протянуты подкилем я надеюсь пятера там их протянет а вот потом но в общей чертах у реабилитировался тисюка бы у нас то есть не восстановил раш в первый раз вот они и нет ты посмотри на этих красавцев вообще просто в доспехах 253 человек один отряд да и потеряли только шестерых мы реализован вообще просто на урок ну вот опомнились пираты вака пытаются они как-то реабилитироваться но мне кажется очень поздно сейчас этого отряда не хватило как раз в середине его не хватило под сахийский раш то есть если бы он папу под сахийский баф вернее если бы ну и опять же будем честными надо было захватывать 2 до тогда был морем а с учетом того что святилище ушло тисюка бы просто понимаешь в дело тут тут пятер и левый свой фанк перегрузил часы кого перегрузил свой левый фанк и так получилось что пятера не мог святилище захватить до либо держать нейтрально поскольку у него там отряда просто не было то есть видишь ты прав тут еще вещь помнишь в лесу пятерой перерубил все конницу до утюсака бы то есть но у него тут и отряда было больше с этой стороны соответственно то есть святилище отжал у нас метр просто если ты идешь на rush то у тебя решает ну вот если выбор да я ли и лично мой выбор был бы это было бы святилище это не были бы ничего я бы сделал так чтобы святилище было бы не подойти я потом я не знаю я сигару бы всех туда пустил но я бы захватил это святилище при зарубе это куда больше бы бы не зарешало я бы разогнал бы да нежели эти два ну к мечам она не настолько так посмотрим итоги то есть с одной стороны сика бы повезло два ключевых момента моральная дадзио и забытые пираты во все вот это два момента которые чикаго принесли победу на мой взгляд я хочу сказать что в принципе оба игрока довольно равно играли равны да и хорошую хорошую игру показала оба тут нечего говорить то есть вроде в первой игре тишикаба должен был побеждать но там победил ура здесь же вроде как не было так много стрелков но при этом тишикаба выиграл благодаря ну так скажем тактически здесь уже гораздо больше фрагов ментор набил тут уже есть преимущество такое вырисовывается ну слушай самурай степо двести семьдесят пять человек на геннад по 107 пока что из того что я видел вот этот самурай степо больше всех настрелил да это чемпион мото чемпион пока определенно самураи с катанами довольно себя оправдали я скажу были вот в битве да по по 2 лычки всадник из яре по прокачали по 3 один отряд 124 человека разогнал кто это был нам убегу известно сейчас но но это тот ряд как раз это тот который стоил зашел там прочаржил мечей поэтому то есть видимо один отряд кавалерий где-то убил и потом 6 зашел а сигару очень хорошо отстояли благодаря вот 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 а вот она моральная дать зё да они отстояли короче убежала 95 человек было потеряно 137 120 118 вот смотри его пятер и стоковые самураи с катанами 200 фрага сделать принципе неплохой результат с ахей с нагинатами тоже не каченные 144 фрага неплохие тоже показатели но это тестом это те самураи с катанами которые врезались в первую линию костины копий вот это те самураи скорее всего потому что но дать и входили вторым темпом у пятерок короче не реализовано вот одна кавалерия легкая совершенно они да они умерли но убили они всего 7 человек давай 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 будем заканчивать ну всем спасибо кто смотрел подписывайтесь комментируйте будут новые видео всем по лайкосики там лайкосики не болейте